здравствуйте мои хорошие сегодня 28 июля хотела показать что у меня цветет на верхней полочке на стеллаже на фитильном поливе вот мои красотульки стоят многие уже убрала конечно вот эти остались и как всегда у меня опять одни и те же сорта посмотрите сколько тальяночки 1 тальяночка 23 и вот еще распускается тальяночка у меня тоже так вот хотела показать вот она распускается так вот здесь вот вам покажу я ее посадила взяла с клубни росточек 17 июня сегодня 28 июля ну вот месяц там и неделька вот посадила росточек и вот видите вот уже она распускается это тальяночка так теперь мои хорошие вот хотела показать вот здесь на фитильном поливе она тоже стоит здесь и вот покажу просто поставила сюда уже горшочек это на верхнем поливе вот тоже три бутончика вот распускаю распустились ну и вот еще вот они тоже вот здесь у меня красотулька уже отцветает она очень давно у меня уже стоит так там вот это аванси у меня белые а вот там вдалеке у меня белый колокол который я вам показывал у меня есть видео я ее сразу ставила на фитильный полив уже цветущую видите все нормально все хорошо цветущую можно переводить на фитильный полив так вот здесь у меня еще одна красотулька вот такая есть тоже не как она у меня все погибала 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 но вот здесь вот вот один бутон остался и потом я попозже про него расскажу еще там другой уже не очень хороший вот они практически все стоят у меня с бутонами и так здесь неудобно конечно верхние полки я на стул залезла вот и они у меня практически посажены вот 19 июня там вот я говорю вот в такие числа все бы июньские ну вот и с бутончиками стоят даже вот это такая была но видите какая-то хиленькая такая думаю посадить не посадить но посадила вот 19 июня ну вот хочет бутончик распускаться ну пусть распускается вот на лоджи немножко еще поставила на лоджи стоят вот здесь вот деток я посадила здесь 9 07 вот они я их посадила вот их надо сейчас будет рассаживать вот здесь три деточки у меня буду тоже заниматься этим нужно вот так вот здесь вот вот бутончики у нее вот но вот все таки вот она у меня стоит как бы уже давно здесь на лоджи вот она она бы приземистей такая на стеллаже почему все равно она как сказать высокие какие-то но здесь вот еще и пасынок я буду все убирать ладно с этим будем разбираться это вообще вон как вытянулась господи так ну а здесь как всегда моя купава на верхнем поливе который не может никак раскрыться вот так и здесь покажу вам купаву вот видите все равно не могут они у меня раскрыться на верхнем поливе полностью вот эти нормальненько стоят здесь почему не знаю и все-таки наверное я ее переведу на фитильный полив здесь вот много бутонов я смотрю попробую я ее перевести на фитильный полив хуже уже не будет в любом случае ну и вот заодно уж покажу нижнюю полочку что у меня здесь вот растет тоже вот это на нижней полочки у меня здесь вот и на верхней еще у меня стоят тоже здесь на фитильном поливе детки стоят тут у меня листики укорененные все такое и вот моя купава я вам ее показывала я ее ставила на фитильный полив она у меня не могла раскрыться и все и что я хочу сказать в итоге она у меня раскрылась какая она у меня была красавица это что-то я снимала видео коротенькое но или я или моя дружочек пирожочек виолетка 4 года в общем все у меня ударили и вот она у меня опять вся завяла но я ее сегодня уберу я ее мучить не буду клубенечку беру пусть отдохнет а потом снова поставлю в общем здесь бутоны все были вот такие раскрытые красивые ну вот она опять какая вся стала это кошмар бутончики по крайней мере все раскрылись вот что хочу сказать вот так еще что хочу сказать мои хорошие я вам показываю не только что у меня все прекрасно хорошо а я показываю какие бывают недостатки чтобы мы научились чтобы мы цена своих ошибках или на моих ошибках мы тоже исправлялись и знали как помочь и что вот эту тоже красавицу я пересаживала уже тоже цветущую она умеет начинала погибать я ее перевела цветущую уже на фитильный полив и вот здесь было три бутона но потом они завяли и вот здесь я увидела у меня еще один бутон сейчас я вам покажу посмотрите вот видите с ним что случилось он почему-то весь загнил вот вот такое с ним произошло вот сейчас я его естественно обрежу я специально его держала чтобы вам снять видео и показать вот убрала но она еще будет свести конечно по сама по себе красавица такая вот листочки здесь есть вот здесь я наверху не знаю там вот еще есть бутончики буду смотреть вот видите значит тоже не все уж так прекрасно что не все уж может раскрыться но я ее цветущую поставила я думаю может быть поэтому потому что на фитильном поливе тоже нужно сразу прям вот как маленькую сажаем и деточку и две недельки там чтобы подержали ее чтобы она дала корни и все равно потихоньку можно доливать немножко водички чтобы она потихоньку привыкала к фитильку поэтому они так вот сразу раз я вот и перевела но все равно он говорю цветут же они даже и что я перевела но не все вот видите один бутон так сохранился два было еще нормальных а вот третий он сам весь погиб и еще что хотела показать вот все таки смотрите я вот такой кусочек тюли сделала прошлом году я делала на крахмал в этом году просто взяла мылом намылила и прилепила прям две секунды вот так вот немножко у меня здесь стоят и вот здесь у меня стрептокаркусы это я у бабули покупала а что я хотела показать вот здесь ванька мокрый у меня я была в магазине и увидела ваньку взяла оторвала маленьких росточек совсем малюсики и поставила его на фитильный полив вот он у меня цветет вот он меня стоит на фитильном поливе вот так ну и все мои хорошие всем всего доброго все пока пока